Добрый день! У эфира информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». В студии «Працу» Александр Гамоля. Глядите в выпуску. Сегодня в Беларуси уступила усилу новая редакция «Закона об занятости». Домик для мамы, лодочная станция и антикафе. А объекты нерухомости набывают другое житё. При шепке супрать гриппу зарабили 18% от агульной колькости жихара у региона. Бабиного лета чекать покой не варто. На завтра у регионе обвешаны оранжевы узровень небескеки. Зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Беларуси уступила усилу новая редакция «Закона об занятости насильництва». Яна накеравана на развитё и поддержку высокой мотивации беспрацовных до активного пошуку працы, взмацнение отказности за выконание законодавства об занятости. Новации пишутся не только соискальников и наймальников, а и службы занятости. Что добавляя скау беспрацовных, то и они повинны самостоянно шукать працу. Завляться на перемогу с наймальником на протягу двух дней с дня выдачи отповедного накирования. Удвоя скороченный максимальный термин, знаходжение на улику у службы занятости с 36 до 18 месяцев. Сярод инших нововведений – продоставление беспрацовным права на садзение державы на бытие в опыту практичной работы у ответственности затриманной профессии. Это дозволить повысить конкурентоздольность и удалейшим повялищить шансы на працовоткование. Такое право будет распаусюживаться и на женщин-мать, які протяглый час не працовали в связи с доглядом детяти во взросле до трех годов. Уладальников для старой школы, конторы и сельгаз объекта вызначили черговые торги фонду Гомеля «Былмайомость». У приватности будинок былой школы в Гомельском районе достался одному удельнику аукциону кругу большим за 795 рублев. Площа объекта коляча 320 квадратных метров. Присядебный участок – камаль 27 соток. Новый уладальник набыл нерухомость под жилье. Однако все частей подобная майомость дает старт для развития продприимальницкой инициативы. Звычайно, объекты набывают для организации вытворчасти або уякости складских помешканев. Сустракаются и нетривиальные рашенья. Подробязности у наступным материале. Лодочная станция в Октябрьске в Калисце была любимым местом проведения вольного часа у мясовых жихаров. Однако с часом пришла у Занепад. От родителей взялся продприимальники Охен Матарас. Мясовые улады пошли на сустрыш. И в 2012 году объект продали за аукциону. Раньше это была лодочная станция. Мы решили далеко не ходить и, скажем так, возродить ее в былых масштабах. Тем более, что место красивое. Раньше здесь были пляжи. Решили начать с лодочной станции. Купили один катамаран. Какие-то запчасти были. Что-то, в общем, начали собирать. В итоге тот парк, который у нас сейчас есть, вот мы с ними работаем. Получение маляуничной природы и активного отпочинку пришлось до спадобы жихарам Октябрьского. У летку недохопы у наведывальников тут нема. А вось у холодный час такие виды отпочинку не запотребованы. Так пришло решение освоить яши один на промок бизнесу, який не залежит от сезону. И летось у будинку лодочной станции предприимальники открыли тайм-кафе «Прыстань». Сегодня таким форматом установ могут похвалиться только буйные городы. И вось зараз невеликий райцентр Октябрьский. У тайм-кафе або анти-кафе наведывальники платят за проведенный час. Но у замен же отримливают утульное место, чай, каву, доступ у интернет, настольные гульни. Здесь мы сделали упор на настольные игры. Здесь есть интернет, вай-фай, то есть можно использовать также как такой мини-офис. Основная аудитория – это подростки, это старший школьный возраст, это студенты, которым здесь интересно, они все себе находят занятия по интересам. Сарафана радио хорошо работает, люди подтягиваются, им интересно. Появилась тенденция, что люди приезжают из соседних районов, из Глузка, из Светлогорска бывают у нас люди. Предварительно связываются, интересуются о программах, которые у нас планируются, которые у нас проводятся. Свою фантазию и креативность предпринимальник проявил не только у оригинальной формации установы, а лею оформления ее интерьеру. Литерально все тут Явген Матара с женкой работали своими руками. Стиль выбрали морские, максимально обыгравши тему пристани. А еще, кроме дальнейшего уладкования зоны отпочинка при лодочной станции, предпринимальники марать открыть тут классичное кафе и невеликую студию гука запису. Планов много. Желание дальше двигаться вперед у нас есть, возможности есть. Власть содействует нам в развитии нашего бизнеса. И совместно мы будем дальше работать и развивать наш край. Алена Василюк, Настасья Кучинская, Сергей Лукашев, Ктелер, радуя компания «Гомель». У регионе протягивается вакцинация насельства Супрадь-Гриппу. Пришепки зарабили уже 18% от огульной колькости жихаров региона. Вакцинация на сегодняшний день – самый эффективный и надеянный способ обороны от вирусных инфекций. Ей эффект тримается от 9 до 12 месяцев. У медустановы поступили препараты айчинной и российской вытворшести, а так само вакцины с Франции и Голланды. Усе прошли обовязковый контроль якости. Зарабить пришепку на платной основе можно у любой поликлиницы по месту жихарства. Каштуя вакцина от 4 до 12 рублей. Процедура бесплатная для тех, кто выходит в группы рызыки. Это школьники, люди с хроничными захворванями. По словах специалистов, традиционный эпидемичный уздым означается наприконцы студеня, у початку лютого. Однако он может варьироваться у 2-3 тыдни. Тому лучше зарабить пришепку зараз, каб организм поспел выпрацывать иммунитет. Почему это эффективный метод? Что риск заболеть непривитого человека в 6 раз выше, чем у привитых. И вакцинация это надежно, безопасно и выгодно. Почему это надежный метод? Потому что из 100 вакцинированных, где-то 70-95 человек вообще не заболеют гриппом. Остальные, там 25-18 человек, они могут заболеть, но они будут болеть в легкой форме и без осложнений. Примерный спектакль сезона «Безыменная зорка» проставили у Гомельским областным драматичным театрым. Это комедийная постановка про недолгочасовую историю каханья, обмежованную складанными життёвыми обставинами. Я навядомая глядачам по советским мастацким телефильме. Стушка была снята Михаилом Казаковым по одноименной пьесе румынского письменника Михая Себастьяна. Над постановкой трупа працевала каля двух с половой месяцев, а до знакомитой киностушки я ей одрознивая шерох моментов, биографичные вытромки из життя драматурга, а так само мастацкие импровизации. У нас на старте возникли вопросы, а зачем его ставить еще раз в театре, если есть замечательный фильм, который можно посмотреть в любое время на ютубе. И мы нашли ответ на вопрос, зачем нам ставить, в биографии этого драматурга. О ней мы рассказываем в самом начале спектакля. История известная, история про любовь, про ее невозможность в некоторых обстоятельствах, она начинает выглядеть, благодаря вот этой информации, она начинает выглядеть совершенно иначе. Не просто как история, а как повод всерьез поразмышлять над жизнью. Концерты творчих коллективов и выканавцов на городских улицах, у вестибюлях метро и гандлевых центрах набирают популярность во всем свете. До незвычайного руху долучается и Гомель. Концерт такого формату отбился у минулые выходные у одним из гандлевых центров. На вачах прохожих выступила вядомая музычная группа «Васаби Джаз Бэнд». Таким чином, при поддержке городского центра культуры артисты вырешили долучить гомельчан до джазового стилю. На протягу годин яны выконывали сусветные джазовые хиты. До речи, организаторы акции не только знайомили прохожих с этим музычным направком. В перепынках супрацовники городского центра культуры разыгрывали билеты на концертные программы, які отбудутся у ГЦК ближайший месяц. Городской центр культуры предоставил жителям города Гомеля отличную возможность познакомиться с джазовой музыкой, привить им чувство вкуса, показать, насколько это прекрасно и красиво. Помогла группа «Васаби Джаз Бэнд» ДК Белинского, которая исполняет мировые джазовые хиты. Гэтый тыдень почался с ветреного и дождливого на дворе. И, як прогнозуют синоптыки, бабиного лета чакать пакульни варта. По воде информации областного гидрометцентра, на завтра у регионе обвешаны оранжевые узровы небеспеки. Прогнозуются дожжи. Поры ветру будут досягать 15-18 метров за секунду. Температура поветра в нашей складе от 0 до плюс 5 градусов. У день от 3 до 8 тепла. С 26-го Кострышника прогнозуются моцные опадки, мокрый снег и дождь. В особенных районах слабый гололед. Минимальная температура поветра в нашей складе минус 1 градус. Максимальная у день плюс 6. Подобный характер на дворе протрымается на протягу усяго тыдня. Ближай до выходных, крыку потеплее до плюс 8. Але вероходность опадков великая. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.cvergomil.by На гэтым выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин